Гражданские автомобили на воздушной подушке. Первый белорусский подгузник и не только. В национальном детском технопарке прошел фестиваль исследовательских проектов Junior Fest. А вот как это было, увидите прямо сейчас. На мероприятие были представлены проекты ребят сентябрьской смены по всем 15 направлениям, которые разрабатывались под чутким руководством преподавателей вузов. Смена длится у нас 24 дня календарных. Таких смен у нас в учебном году 10, включая июнь. Ребята работают на смене вот в течение этих 24 дней над своим проектом. Конечно, они могут приехать со своим проектом и дальше его здесь продолжать, его разработку, совершенствовать его. Но многие из них берут проекты с ноля, как говорится, и здесь занимаются по своим интересам, скажем так, в том или ином направлении. Для ребят, которые успешно прошли обучение в национальном детском технопарке, предусмотрены определенные льготы. Можно поступить в высшее учебное заведение без экзаменов по собеседованию по профилям техника, технологии и естественной науки. Перечень специальностей по всей стране утвержден в Министерстве образования. У Марии Гуновича это уже вторая смена в национальном детском технопарке. Приехать сюда обучаться ей предложил школьный зауч. Поскольку у Марии уже был диплом областной олимпиады, девушка решила не отказываться от шанса. И сегодня она уже представляет свою собственную разработку. Мой проект это создание новой лекарственной формы. Это быстро растворимая во рту пленки полоски на основе съедобных полимерных материалов. Вообще на зеленой химии так распределяется время, что в основном проектом, его практической частью вы занимаетесь лишь последнюю неделю. Поэтому именно тот проект, который был реализован на смене, сделан за последнюю неделю. Я вводила в пленки такие препараты лекарственные, как валидол и бупрофен, а также улучшала их вкусовое качество посредством других растительных добавок. А вот Александр и Матвей из Гродно разработали прототип двигателя стирлинга гамма-типа, который в дальнейшем ребята модернизируют, и он сможет давать электричество, которого хватит не только на зарядку телефонов. Если дальше разрабатывать и создать двигатели стирлинга большой мощности, несколько таких можно будет установить, например, на нашу белорусскую атомную электростанцию. Там, где происходит конденсация и охлаждение воды за счет градирень, и там очень большое количество тепловой энергии расходуется впустую. Если для этого установить двигатели стирлинга, часть этой энергии тепловой, которая расходуется, сможет запустить двигатели стирлинга и дать дополнительную электроэнергию. И по нашим расчетам это может увеличить КПД электростанции на 10, 15 или даже 20 процентов. Чтобы помочь слепым людям ориентироваться на улицах и внутри помещения, Станислав и Валентин решили разработать робота-поводыря. После того, как мы приехали в технопарк, нам рассказали, как делать роботов, как управлять ими и так далее. После чего где-то полторы недели назад мы начали делать проект. На рукоятке находится датчик касания, в который при зажатии робот начинает ходить. Если он видит препятствия, он измеряет расстояние и поворачивается в соответствующую сторону и идет дальше. Новая смена в национальном детском технопарке стартует каждый месяц. Чтобы сюда попасть, надо пройти отбор, который начинается за два месяца до приема документа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова